что-то время не идет нет пошло доброе утро всем сегодня у нас 5 августа 6 утра сейчас мы с ловой с князем владимиром пойдем 6 до 8 на станцию дежурить там ребята стоят уже время почти 6 сейчас мы их заменим я пошел вова еще поднимается ладно сейчас посмотрим что там интересно будет сегодня погодка хорошая налаживается ой там тенек наверное все вам затеняет так уж и нет так уж наверно ладно сейчас на станции посмотрим что-то сегодня маловато поспали в 12 легли в пол шестого надо уже сдавать было еще полночи проржали в общей палатке сегодня спал в ленинграде там человек 15 нас влезло х х ловили почти до трех утра так что поспали часика два наверно с половиной только весело было рабочий поезд приехал сейчас посмотрим сколько уезжает сколько приезжает по никто не уезжает в тура так что мы уже бежали это время мы с вами это время мы это время Доброе утро, пароль шиес наш. Они уже убежали уже и 7 уже новая более пошла дисплей да сзади она вода непроницаемая вай фай через телефон управления не не она вот прям вот так вот все можно прямо ронять и без бокса до 6 метров глубины для такая плюшка что когда одеваешь бокс вот короче соньки сейчас они в боксе идут у соник бокс одевают и там сразу все вакуум а эти так вот только корпус можно корпуса вынуть и прямо воду опускать и корпусом только чисто держать ее на палочке ну у соньки зато стабилизатор крутая а тут электронный стабилизатор стабилизация тут вообще ракета ну че все ребята ушли поменял буду дежурить постою немножко потом скажу за табуреткой табуретка внизу осталось на станции может табуретку возьму а нет есть табуретку можно посидеть ладно покажу вам округу хотя округу сниму на другую камеру с другой камеры покажу вам что нибудь приближаем посмотрим ну чё поснимаем на большую камеру с приближением зумом что нибудь интересно посмотрим кто что делает кто куда ходит информационный центр у говностроителей говностроительная пропаганда вот в этой палаточке проводится там чувак сидит из москвы может не из москвы откуда-то ну нанятый этим эко-говнопарком этот чувак всем желающим рассказывает как хорошо и весело будет житься жителям архангельской области когда построят помойку книжки там всякие буклетики шмуклетики выдают и пропагандируют вот в этом крыльце там отдел полиции туда уводят всех задержанных оформляют протоколы в этом крыльце вот эти домики чоповцы что-то они там вечно собираются тусуются тут тоже у них всякие туалеты будки непонятные какие-то хозпостройки всякие разные вот тут вот деревянным обшито и вот такой вот так да вот этот от этого от левого деревянного до правого деревянного и по серединке ворота там у них животные живут в предыдущих видео в первых видно было когда этих заборов не было заграждений там какие-то у них овцы куры поросята если еще не съели конечно может уже никого не осталось может уже съели а может не съели вот наш лагерь все еще спят время 6 утра ну начало седьмого уже кто-то дежурит кто-то спит отдыхает теплицы так называемые там вещи хранятся у нас запасные ну все снаряжение все питание чтобы дождем не мочило вот наша главная палатка в которой я сегодня ночевал ну и вся база называется Ленинград изначально называлась вот от этой палатки эту палатку назвали Ленинград но тоже увидели все из первых видосиков еще зимние видосики вернее начало весенних как мы эту палатку ставили еще ничего не было этих построек никаких ни теплиц не было ни маленьких палаток не было ни флагов не было ну там 1-2 флага было о голуби полетели как мы эту палатку ставили вы видели как мы в ней ночевали тоже все видели весной ветра дуи были ого-го ветер дул и палатки все все нижние бока поднимались палатка была сквозная продуваемая а сейчас нормально стало все хорошо вот большая куча песка раньше она была остро такая ну высокая раза в два повыше сейчас ее скопали получился такой усеченный конус что ли усеченная пирамида скопали ее песок убрали видимо чтобы обзор не мешал тут у них видите вот на этом ангаре вот здесь стоят камеры вот эти две камеры направлены прямо на наш лагерь и они всех нас фиксируют скорее всего кучу ископали срыли чтобы этим камерам обзор был на наш лагерь вот они как раз эти камеры на лагерь повернуты камеры говорят тоже там у них не из дешевых приближение мощное в этом ангаре они соляру хранят ну раньше хранили вернее сейчас у них соляра проблема тут какие-то бочки стоят тоже типа топливные фиг поймешь колеса гусеничные для бульдозеров наверное так вот кстати вопросы были спрашиваю там какая-то техника ездит сейчас покажу вам технику то ребята не все увезли когда вы возили перед кривой линией они увезли на 1 штук 50 единиц там видео было я вставлял фотографии показывал вам но вот часть техники осталась сейчас я все вам покажу и повернусь так а кстати вот этот круг этот вертолетка куда приземлялся вертолетный ой ну сюда не приземлялся нет и сюда тоже приземлялся конечно а вот это и на этом кругу ребят как раз наших таскали тоже видео есть как толпа чоповцев наших ребят окучивала и вытаскивала за пределы этой площадки когда 10 мая прилетели вертолеты с топливом вот общага а вот собственно техника которую они не полностью вывезли что тут осталось сейчас посмотрим ну вот ковшик такой впереди у него отсюда не видно что-то они периодически возят на этом ковшике к поезду подъезжают там продукты перевозят дрова возят тут что-то какие-то трактора стоят непонятные вот камазы или как они называются эти на ходу ездят вроде общага где живут они и полицейские там жили и омоновцы там жили и чоповцы там жили все в одной общаге под одной крышей вместе жили вместе спали сейчас не знаю омоновцы вроде съехали говорят ну а кстати и машин этих нету больше на газотрассе не стоит так что омоновцы уехали вроде или переоделись и вот еще еще экскаватор и бульдозер тоже периодически туда-сюда курсируют фиг знают туда проедет сюда проедет дальше стоит но ничего не делают ну и кругом вода конечно кругом вода вот куча материалов всяких рулоны из-за спаны какие-то о батарейка садится сейчас поменяюсь итак продолжим батарейку поменял не знаю там передние микрофоны задувают наверное блин слышно вообще не слышно ну и вот что остановился куча материалов строительных тут вот всякие рулоны изолоны из-за спаны да блин материала куча тут так бы домой пару рулончиков от вас нужды а вот мне-то такие больше нравятся пластмассовые рулоны сколько там шириной метров пять наверное и толщина у этого рулона где-то миллиметров миллиметра три-четыре наверное толстые такие пластмассовые эти полосы широкие все в эту сторону поворачиваю сейчас тут ветер дует наверное будет ничего не слышно у нас там по-нас-то и по-нас-то Продолжение следует... Гули ходят, мы тоже прилетели смену дежурить. Гули, гули. О, князь идет на дежурство. Сегодня мы вместе дежурим на горе. Привет-привет, вижу-вижу. Видим тебя, видим. Князь Владимир идет дежурить на станцию. О, термосок взял. Тут ребята тоже оставили термосок с кипяточком. Так что не замерзнем. Ой, что-то у меня камера опустилась. Не смотрю в экранчик. И погода, блин, опять испортилась. Только я на гору поднялся, солнышко было. Вот 15 минут солнышко исчезло. Опять какая-то пасмурность начинается. Ветер холодный, конечно. Вообще до костей продувает. Пальцы уже замерзли. Знаю, градусов 5, наверное. Можно хоть две куртки одевать. С утра пораньше уже работаешь? Да, уже процесс идет. На, тебе таборетку было взять на крыльце. Не надо было взять с собой. С подушечкой. С подушечкой. Что, выспался? И посидеть на спине чуть-чуть. Выспался? Нет. Что, у тебя кофе там? Да. Поглотнул? Конечно. Спасибо. О, ребята, приятного аппетита. Кофеечек. Горячий. О, сладенький. Хорошо. Я побежал, даже зубы не успел почистить. Что-то я пока перебиндовался. Раненый на посту, блядь. Даже звучит сильно, да? Держи. Спасибо вам. Здоровье. Ладно, ребята, что, будем дежурить. Что интересно, все покажем, все расскажем. Показал Пенни, который он был в балаклаве. Какого? Такая его не видно, что он там закутался, сжал, а закрыл опять свое. Бывали моменты, когда он без балаклавы попадался нам в кадры. Это который еще за карточку 150 тысяч, да, закрывает до сих пор. А я не знаю эту историю. Марину таскал, да. А, так это который в кепке раньше ходил? Который, два брата. А два брата, он же на Аню стучал. А Марину таскал другой, который в кепке ходил. Худощавый такой. Да, это второй братец Марину таскал. Это тоже таскал Марину, да? Ну, мы их всех троих, короче, этих двух братьев, и вот, которые в кепке ходощавый, всех трех зафиксировали. И вот ребята, зрители, короче, написали в комментариях, что мы этих двух братьев узнали, из какого они города. И типа, когда они приедут, мы их встретим с цветами и конфетами. Какие-нибудь, я не вижу, что он вернулся обратно сюда. Ну, может, он не уезжал, наверное, он не доехал до туда. Уезжал. День. Дома, может, не доехал еще. А ребята его там ждут в городе. Как-то город назвали, что-то Подмосковье какое-то, я забыл. Там в комментариях есть написано. Это этот, лица и рожа называется. Эта серия. По номеру не помню. И вот в комментариях написали, из какого они города, как их зовут даже написали. Опознали. Так что не зря снимаем. Все их рожи люди узнают. Терпели физические страдания мерзавцы, блядь, от Марины. Маленькая женщина, которая в два раза ниже их ростиком избила чмоповцев, сволочи. Откуда голубей достали? Да. Тоже на дежурство прилетели. А там, короче, на этом, на костре маленьких птичек прикормили. Они прямо вот чуть ли не с руки едят. На бане, ой, на этом. На бане, да, мышек прикормили. Хомяков, тут голубей прикормили. Короче, на каждом посту своя живность есть. На бане две мыши. На бане две мыши. Паша и Даша. Да, да, да. Голову маленькую, ажо пошили с ней. Точно, точно. Ладно, ребята, будем дежурить. Посидим. Что-нибудь покажем вам еще, если будет интересно. Погодка опять испортилась. Блин, только что солнышко было. И опять оно спряталось. Утренняя пересменка, учеба. Стоят девчонки, стоят сторонки. Клоточки в руках и ребятцы. На езжу. А эти трое в красных жилетах, они, наверное, на переезд пошли, да? На переезд. Пошли меняться на переезд. Девочки в нарядных платьях, вон там тоже стоят. Угу. Девочки. Пошли меняться на переезде. Угу. 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 улыбашка стоит а вот который в сером костюме так справа от серого костюма а его попов зовут попов игорь валентинович вполне главный до считается вот улыбашка которого древар из пистолета обмочил убежал улыбашка О, свинарыл. Пять переехал в пёс. Какой из них? Вон идёт второй. А второй? Вот он, брат, дудит. Да, молодец, дудит громко. Дудит в дуду, братец. Из вагонов тоже машут, да? Молодцы, ребята, спасибо. Спасибо, очень приятно. Итак, ребята, дежурили с Володей, смену передали. И вот сейчас рабочий поезд, утренний, 8-часовой, ещё один подъезжает. Сейчас посмотрим, кто сегодня, ой, кто сейчас приехал и сколько. Бляха, уже вылезают, да? Субтитры сделал DimaTorzok Володя убежал, пойду догонять его. Сколько там их, я что-то не посчитал, 8 или 10? Ладно, идём отдыхать в лагерь. Чайку надо попить, погреться. Что, ребята, мы дежурили с Володей, с князем Владимиром. Это сложное было дежурство. Сейчас Володя вам что-нибудь расскажет. Нет, ничего не скажу, я ещё толком не проснулся. Не проснулся? Два часа дежурили, ещё и всё, не проснулся? Да, это было больше похоже на парикус со сном. Встретили опять одного гомосека, у которого штатное оружие, нож, висит на ремне. Делали замечание сотруднику полиции, но минут через 20 проверим, исправили они это или нет. А если нет, будем делать физическое замечание. Эксперпиировать будем кинжал. Это про Чопа Володя говорит. Да, именно про него. Но это гомосеки, определение одно одним людям. Ходят с вооружёнными кинжалами, на поясах висят. Ладно, что мы сейчас будем делать? О, точно, у нас кашка сварилась. Ребята, сейчас мы горячую свеженькую кашку бахнем. К тому же, Таня с Пашей постарались. Утренняя, как там, кухня? Смотри, мак, они нам мак, она. Это мак разве? А, точно, вот это головочки-то. Да, кругленькие. А это я не знаю, что такое. Мак. Тоже мак? Да. Ух ты. Интересно. Вот у нас уже маковые плантации тут растут. Что-то опять погодка, ребята, испортилась. Было солнышко, только на гору поднялись дежурить. Вообще погодка такая красивая была, хорошая. И опять дождь пошёл. Так что, смотрите, одевайтесь по погоде. Там у нас девочки дежурят. Сейчас поезд нам подудит. Девочки дежурят. Звуки дежурят. Да, вообще. Начинается. Пока. Пока. итак друзья закончилась наша сегодняшняя ну вчерашнее позавчерашнее дежурство станции 6 сейчас выбираюсь домой ребята немного вперед убежали опаньки идут хотел по железке поговорить а там ветер дует мощно так опять все камеры все микрофоны задунет ничего не слышно будет наверное вот здесь в лес зашел ветра нет нормально слышно все выбираюсь домой на поезд там еще сзади группа идет это я вообще один остался впереди убежали сзади убежали а где-то посерединке не знаю или первых догонять или задних дождаться ой что-то тут я провалился по такой чаще как обычно ходим жарко когда на выход ну и на заход тоже жарко приходится все снимать ладно спасибо что смотрите огромнейшее спасибо за ваши комментарии за слова поддержки ребята огромное спасибо огромное огромное спасибо за добрые добрые комментарии я все читаю правда не получается отвечать часто за рулем так я просто прочитываю описать уже иногда получается когда за компьютером сижу а почему-то иногда когда с телефона за рулем видно связь плохая даже like не получается поставить так что прочитываю запоминаю там какие-то интересные комментарии выписываю на бумажку копирую так что может вопросы какие-то выписываю так что потом может когда в плохую погоду поотвечаем вот так прямо из шиеса но есть такой планчик у меня мне большой хотел сегодня но что-то нога болит не о том думаю думаю быстрее бы до дома добраться до больницы а ногу показать опа не забыла по забрызгался я короче хорошо сверху штаны одел снизу уже переоделся под джинсы чтобы потом лишний раз не переодевать а то в рюкзаке потом фиг что найдешь снова придется весь рюкзак выкладывать доставать переодеваться сразу оделся сверху рабочая накинул ладно все спасибо что смотрите всем пока до скорого